Держим путь на север на Белосток Так, Белосток, все хорошо 240 Нормально Продолжаем наше движение Еще раз напомню Сегодня 22 мая 2016 года Время 12.31 По их нему, наверное, будет сейчас 11.31 Продолжаем движение наше дальше И по поводу сразу же, чтобы не забыл Хочу сказать Кофе Когда едешь в такую погоду, она немножко и жарковата Немножко укачивает Спать немножко так Даже хочется Так что спасение Сейчас кофе Кофе лучше брать с собой Значит, цена на кофе Доллар двадцать Доллар двадцать пять Да, доллар двадцать пять Даже, да Вот, прикиньте сами Сколько стоит у нас Сколько стоит у них Я думаю, что лучше кофе брать с собой Я думаю, что лучше кофе брать с собой Будет Намного экономнее Кого это интересует, конечно Соответственно Дизель заправляться у нас Мы же на дизель На дизеле Конечно, лучше же на Украине Или на Белоруссии Кстати, вот сколько мы едем Я нигде не вижу Номеров наших, украинских или белорусских Везде только одни поляки Поляки, поляки, поляки То есть, наших номеров здесь нет То есть Наверное, наши Или сюда не доезжают Вот У русских один был Или Нет, это голландский, наверное Да, это голландский был Ну Дороги Дороги, конечно, класс Ни большие Не автобам Особо не разгонишься Но еще раз повторю Это, смотрите Вот разметка Как топливка Въехали в Польшу Вот везде такая разметка Хорошо Конечно, хорошо Скажите, какие дизель кошты Дизель, а сколько дизель 4,18 Да, дизель стоит 4,18 злотых То есть Сразу же можно перевести на Доллар У них 3,9 Да, так мы на Белосток Вот так Так что будем ждать Пока у нас будут Тоже такие же хорошие дороги С такой же разметкой Ждем Что-то у нас там Гройсман грозился Дороги отремонтировать Приедем обратно в Украину Посмотрим, что Что он сделал Так как нас обещают все А вдруг А вдруг Гройсман исполнится Посмотрим Шутка У тебя в каждой шутке Есть две шутки С острыми правами Да, кстати Навигатор Вел бы он так хорошо По маршруту Как он говорил Как он говорит О превышении скорости Сразу же говорит Вы превышаете скорость А как вести Так он что-то Начинает Не туда Практический совет Ну По крайней мере Мне он пригодился Когда мы Прошлый раз Ехали тоже В Эстонию Точно же По этой дороге Как раз Было время Что было Попали Дожди 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 И когда целый день Едет еще дворник Перед тобой Масла и туда-сюда Ну как-то На глаза Устают Что я сделал Я в Эстонии Купил вот такую штуку Так для водителей Скажем так Не подумайте Что это за реклама Сразу же говорю Она любая может быть На стекло И вы знаете По крайней мере Мне она понравилась Мне она понравилась Уже несколько раз Я ее пользовался Конечно Она не стоит Там полгода Или несколько месяцев Потому что Когда машины Моют пенкой Все равно Она разъедает Но Но все равно Когда идет дождь Скорость Когда больше 60 70 80 Она просто скатывается Ну сейчас стекло Немножко грязоват Сейчас попробуем Даже Помыть Чтобы Посмотреть Что у нас будет Посмотрите Как на стекле Она скатывается То есть вот Нормально Нормально Так что Кто едет В дальнюю дорогу Мне кажется Хорошо Такой штукой Использовать ее Такая или другая Это какие-то антигель Есть там Но По крайней мере Мне она понравилась Дальше Хочу рассказать Об отельчике В котором мы Останавливались Потому что 700 километров Все-таки Устаешь Лучше отдохнуть В нормальных условиях Это отельчик Перед свалками Когда ехать на Литву Перед самым городом Отель Ковболь Ну начнем Сразу Что со второго этажа Ну так сняли Значит Здесь на втором этаже Есть вот такая Большая терраса Где можно посидеть Здесь можно Посушить белье Если кто-то промок Вот такая Светлая Большая С одной стороны Откретая терраса Дальше Номер Номер нам дали На двух человек Но номер Трехместный Здесь Кто остановится С ребенком Сможно Хорошо устроиться То есть Двуспальная кровать Односпальная кровать Вот такой номер Ну стандартный Шкаф Тумбочки Телевизор Душ Туалет Умывальник Ну стандартная комплектация Скажем так Сразу же скажу Цена Цена такого номера На Двоих человек 33 доллара Дальше Здесь на втором этаже Есть вот такая Небольшая Гостиная Где можно Компании посеять Отдохнуть С левой стороны Здесь еще и кухня Здесь можно Кофе запарить Там чайник Микрофон Волновка Вот Это у нас Такое на втором этаже Нормально Хорошо Польские клипы Я не слышал Здесь На английском На немецком На французском На русском Еще И еще На других языках Только На польском Ну это тоже О чем-то О чем-то конечно Говорит Дальше Здесь есть Кантор Сразу же Можно Поменять Деньги Так Ну это вот Такая большая Территория Здесь И хуры Очень много Там дальше Как-то не получилось Снять там тоже Скамейки на улице Классное такое место Тоже можно Посидеть на свежем воздухе Покушать Отдохнуть Ну вот Такой Интересный Канторчик Вот выезжаем Уже 25 километров До Литвы Потом покажем Бывшую таможню Если успеем снять Вот такая вот дорога Но хочу сразу же сказать Тот кто едет По крайней мере По этой стороне Здесь нужно сразу же Себя готовить К тому что здесь Быстро ехать не будешь Здесь нужно рассчитать Время что едешь Не спеша За хорами Ограничений по дороге Сказать много Так что здесь нужно Сразу же себя настроить Что Швыдка Тон и буду Вшеска Тон и будет Так что Едем не спеша Наслаждаемся Хур конечно много Конечно Вот смотрите Вот сколько идет хур Много То есть движение идет Движение идет Не знаю Куда они идут Но движение Хур Конечно Но все равно В сравнении с Украиной Даже В сравнении с Украиной Конечно Намного Намного больше Не знаю Как там в Беларуси И в России Скажем В этих местах Уже не было Лет 20 Или 30 Леток здесь тоже хватает Но они как-то Вот Не особо-то Напрягают То есть Едешь Ну так чувствуется Конечно Подвеска Что Чуть-чуть Ну Опять же В сравнении С шикарным Автобамом Немножко Конечно Может Да В сравнении С разбитыми Дорогами Не идет В сравнении Так что Каждый выбирает Вот так вот Красивая природа Мусора По обочинам Я не вижу Вообще Все Все ухожено Все Все культурно Все хорошо Вот Перетаможней Еще будем Раз Вот это Их не бывшая Таможня Вот что у нас Никакого А где-то полиция Вроде бы Там где-то Дальше стоит Да Здесь какая-то Полиция Вроде бы Что-то есть Сбоку Стояла полиция Вот На одном Стохе Проехали Польшу И вот мы Уже В Литве Перевещайте Дозволено Швидкость